В Агрогородке Мир состоялся 23-й областной конкурс мастерства среди работников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, воспроизводству стадо и племенной работе. 1 сентября – День знаний, праздник книг, цветов, друзей. Двери Леснянской средней школы вновь распахнули, чтобы дать старт новому учебному году. Многодетные семьи из Барановического района вручили полезные подарки к школе. Августовская конференция педагогов прошла в Барановическом районе. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В субботнем эфире телеканала Интекс информационная программа «Итоги недели» Барановический район. Нередко они остаются в тени за техников заведующих ферм, но именно от их работы зависит рост показателей в молочном и мясном цехах. В агрогородке «Мир» состоялся 23-й областной конкурс мастерства среди работников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, воспроизводству стадо и племенной работе. Оценивали их знания опытные специалисты. На мероприятие прибыл и первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Улучшить поголовье крупного рогатого скота – цель, которую преследуют аграрии. И один из верных способов – это получение здорового молодняка. Такую задачу решали операторы по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, воспроизводству стадо и племенной работе. В агрогородок «Мир» помериться умениями съехали специалисты со всей Брещины. Всего у Дома культуры собралось около 120 человек – участников и приглашенных. Значимость воспроизводства в отрасли животноводства очень значима. Поскольку от этих людей, которые сегодня здесь, а их 580 в целом по области, от их работы, от их профессионального отношения к делу зависит очень много. И без их это невозможно. Поэтому сегодня собрались те люди, которые в своих районах стали победителями конкурса. Был отбор определенный. И сегодня они помируются силами за звание лучшего осеминатора, оператора и так далее в области, чтобы в дальнейшем расставить нашу область в республиканском конкурсе мастеров. Искусственный путь осеменения давно предпочли естественному. В первую очередь это предотвращение родственных скрещиваний и забота о здоровье коров. А чтобы повысить продуктивность стада, нужны первоклассные специалисты. Чтобы заслужить это звание, необходимо постоянно совершенствовать свое мастерство. Держать на уровне высокую планку достигнутых ранее показателей. Конкурс и создан для поддержания заданного темпа. Участникам предстояло посостязаться в нескольких номинациях, выполнив тестовое задание. Пока мастера искали ответы на вопросы, гости отправились в барановический филиал «Брест-Племпредприятие». Там им рассказали об организации и текущих результатах селекционно-племенной работы на Брещене. О положительных результатах использования жидкого азота, который применяется для содержания племенных быков. Самцы-производители – гордость любого хозяйства. Данное мероприятие назначено в целом для области, учитывая то, что достигнуты довольно неплохие результаты по производству животно-орческих продукций. И, безусловно, дальнейший рост производства невозможен без каких-то профессиональных навыков. Этот сегодня такой, скажем, конкурс, он позволяет сегодня выявить профессиональное качество людей, где-то поделиться опытом и в дальнейшем, чтобы в дальнейшем обеспечить, наверное, внедрение вот этих навыков в производство в сельхозорганизациях области. Награждение победителей состоялось на сцене Дворца детского творчества города Барановичи. Представители Барановического района были отмечены почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома, Белплема живовъединения, Брестплем предприятия, Брестского областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса денежными премиями. Концертная программа завершила торжественную церемонию. 1 сентября – День знаний, праздник книг, цветов, друзей. Двери Леснянской средней школы вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году. Учеждение образования изменилось до неузнаваемости. После капитального ремонта в здание переехали дошколятам. Наша съемочная группа разделила радостный момент вместе с виновниками торжества. Банты, галстуки и цветы. Барановичские районы встречают День знаний. Вот такая праздничная атмосфера оцарилась сегодня в каждом учреждении образования страны. Особое волнение сегодня в Леснянской средней школе. Сюда приехало больше всего гостей. Все не случайно. После капремонта в здание переехали и дошколята. Для малышей выделено отдельное крыло на первом этаже, где разместились все группы. Педагогов, учащихся и родителей с началом нового учебного года поздравил председатель райисполкома Сергей Карпенко. Какой будет их дорога в страну знаний, зависит в первую очередь от учителя. Становление полноценной личности невозможно без участия семьи. Уважаемые родители, в едином пандеме с учителями вы вносите неоценимый вклад в дело воспитания наших детей. Неустанно прививайте им любовь к родине, труду, ответственность и другие важные качества. Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы наши дети получали знания в комфортных и, самое главное, безопасных условиях. За парты школ Барановического района сегодня сели почти 3000 ребят. Дорогу к знаниям им откроют 720 педагогов. Первый звонок прозвенел для 259 первоклассников, шесть из которых постигать азы наук будут в Леснянской школе. Нарядные в школьной форме и с собранными портфелями они знакомятся со своими будущими одноклассниками и первой учительницей. Вчерашние дошколята получили из рук Сергея Карпенко подарок от президента книгу «Беларусь, наша родима» и необходимую канцелярию. Нужный подарок получила и школа. Глава района передал директору Андрею Харитонову два сертификата на приобретение современного технологического оборудования. И вот настал долгожданный момент. Руководитель СУ-172 строит реста номер 25 Сергей Емельянщик вручил символический ключ от реконструированных помещений детского сада руководителю учреждений образования. Все причастные к капремонту были отмечены наградами. После перерезания красной лентой почетные гости, а также мамы, папы, воспитанников детсада оценили проделанные работы. Для нашего агрогородка это очень радостное событие. Все лето мы наблюдали, как стройтрест и наши работники трудились над этой реконструкцией. Сколько было приложено сил, усилий, стараний. И, конечно, хочется сказать всем большое спасибо. В первую очередь это и руководству нашего района, и нашему отделу образования, и руководству нашей школы, сельсовету, поскольку дети – это наше будущее. Большая работа проведена по полной замене кровли во всем здании. На втором и третьем этажах оборудованы современные санузлы. Обустроен отдельный вход в расположенный в школе детский сад, а для ребят с особыми потребностями – специальный подъемник. Родители и малыши сразу же оценили яркую мебель и развивающие игрушки. Здесь все для проведения полноценных тренировок на изобретательность, воображение и креативность. В детском саду здесь все оснащено по последнему слову техники. То есть сделано все настолько удобно, и облицовка, и теплые полы, и новая мебель. Для нас это очень большой подарок. Отмечу, весь запланированный объем работ на объекте был разделен на два пусковых комплекса. В текущем году выполнено все в рамках первого. На эти цели из областной казны выделено 2 миллиона рублей. В многодетной семье Теколович из Барановичского района вручили полезные подарки к школе. К благотворительной акции «Соберем портфель вместе» подключились работники райисполкома. В гости к Михаилу и Елене заглянули глава района Сергей Карпенко, начальник управления по труду занятости и соцзащите Анна Русак, начальник отдела по образованию Светланы Цымбаленко и руководитель отдела идеологической работы по делам молодежи Юлия Наливайко. Детям вручили канцелярские принадлежности и наборы для занятия творчеством. 1 сентября – важный день для каждого школьника. Он знаменует начало нового учебного года – уроки, учителя, переменки, одноклассники. В силах взрослых сделать все, чтобы ребенок переступил школьный порог с полностью подготовленным комплектом всего необходимого для занятий. В Беларуси продолжается благотворительная акция «Соберем портфель вместе». В канун Дня знаний и подарки получила семья Михаила и Елены Тикалович. Супруги вырастили двух сыновей и дочь, а сейчас воспитывают четверых приемных девочек. В гости к ним заглянули работники Барановического райисполкома во главе с председателем Сергеем Карпенко. Получать подарки всегда приятно, признается хозяйка, а радостные эмоции детей, их горящее любопытством глазам – тому прямое подтверждение. Никогда лишнего не будет, потому что, девочки, мы теряем, мы ломаем, мы хотим и дома чем-то позаниматься, не только в школе, там альбом 45 листов, нам только на… Мы и дома любим рисовать, любим что-то вырезать, что-то клеить. Особенно зимой мы тут всяческие поделочки делаем, поэтому эти подарочки очень нам очень кстати. Большое спасибо председателю и вам всем. Как рассказала Елена Тикалович, подготовка к началу нового учебного года подразумевает немалые растраты для семьи. Поэтому закупать все необходимое к школе они начали постепенно. Многое приобрели еще в начале лета. Помощь, которая была оказана сегодня, безусловно, приятна и ощутима. Остались последние приготовления. Уже завтра красивые и нарядные девчонки поторопятся на торжественную линейку. Мы готовы. Завтра нарвим букетики, соберем у себя, причесочки сделаем. Поутюжимся, повладимся и пойдем все красивые. Как подчеркнул Сергей Карпенко, всего в Барановичском районе финансовая поддержка оказана 463 многодетным семьям, в которых воспитывается 993 школьника. На эти цели из районного бюджета было выделено более 130 тысяч рублей. Материальная помощь предусмотрена в рамках госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность» и представляется семьям, независимо от их материального положения. Традиционно у нас в районе проходят благотворительные акции, организованные Территориальным центром социального обслуживания населения, общественными объединениями, профсоюзами, целью которых также является оказание поддержки семьям с детьми. Подарки станут не только маленькой радостью, но и стимулом хорошо учиться в новом учебном году. Августовская конференция педагогов прошла в Барановичском районе Дом культуры Агрогородкомир, собрал специалистов в сфере образования, чтобы подвести итоги прошлого учебного года и обозначить планы на предстоящий сезон. Отмечу, в 21 учреждении общего среднего образования будут обучаться 2785 учащихся. Образовательный уровень педработников района достаточно высок – 96,5% имеют высшее образование. Ко дню знаний педагогическое сообщество района пополнилось 14 молодыми специалистами. Август – горячая пора не только для хлеборобов, но и для работников педагогической нивы. Проделана большая работа по подготовке учреждений образования ко дню знаний. Подписаны сертификаты готовности уже завтра, а стартует новый учебный год. Работники сферы образования Барановичского района собрались в Доме культуры Агрогородкомир на традиционную августовскую педконференцию – формирование личности будущего через мир и созидание. Чтобы обменяться опытом, проанализировать достижения, выявить проблемы, определить пути развития районной системы образования и новые горизонты. Перед началом заседания участники, среди которых глава района Сергей Карпенко и председатель Барановичского райисовета депутатов Сергей Слива, посетили выставку достижений и творческих работ учащихся. Далее все проследовали в актовый зал. С докладом выступила начальника дела по образованию Барановичского райисполкома Светлана Цымбаленко. В 2023-2024 учебном году необходимо продолжить работу, направленную на усвоение обучающихся основ идеологии белорусского государства, развитие чувства любви и уважения к своей родине, интереса и уважения к историческому прошлому белорусского народа. Особое внимание следует уделить ознакомлению с материалами потимальских геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, его культурному наследию, формированию активной гражданской позиции, ответственности и готовности к исполнению своего гражданского долга перед Отечеством. Современное образование требует пересмотра подходов в воспитательной работе. Идя в ногу со временем, сегодня важно организовать сотрудничество педагогов и учащихся, помогая им стать организаторами интересных и полезных дел. Именно поэтому особый акцент традиционно на развитии дополнительного образования детей и молодежи. В частности, привлечение учащихся в сферу высоких технологий и инноваций, создание новых возможностей для освоения школьниками современных и будущих профессий. Светлана Цымбаленко раскрыла этот вопрос более подробно. Дальнейшее развитие детско-юношеского туризма, вовлечение молодежи в занятия спортом, туризмом, краеведением, привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, обеспечение занятости несовершеннолетних во внеурочное время и в шестой школьный день, в вечернее время, каникулярный период с использованием ресурсов учреждений дополнительного образования детей и молодежи, учреждений спорта и культуры. Не теряет своей актуальности вопрос профилактики преступлений и правонарушений среди учащихся и воспитанников учреждений образования. За истекший период 23-го года на территории Барановического района преступлений учащихся совершено не было. Однако, 9 правонарушений совершено учащихся учреждений общего среднего образования. Много внимания уделяется совершенствованию работы с школой с семьей, профилактике семейного неблагополучия в рамках реализации декрета номер 18. В районе применяются меры по профилактике социального сиротства, защите прав детей в неблагополучных семьях. В ходе конференции состоялось награждение специалистов системы образования. Лучшие педагоги района получили благодарности и грамоты Минобразования Беларуси, Райсполкома, Райссовета депутатов. Также прошло участвование молодых специалистов. Подарки новоиспеченные учителя получили из рук первого секретаря Райкома БРСМ Ольги Карпович. За ряд положительных эмоций участникам заседания подарили творческие коллективы и исполнители Мирского дома культуры. Это все на сегодня. О том, что принесут нам следующие 7 дней, мы расскажем вам ровно через неделю. Всего вам доброго. До свидания.